Я всех вас приветствую. Скажем, слава нашему Господу, что в этот утренний час мы собрались для поклонения нашему Господу, как Писание говорит, в духе и в истине, в истине Слово Божьего и в Духе Святом. И Псалом 118 говорит нам такие слова. Да придет моление мое пред лицо твое, по слову твоему избавь меня. Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим. И язык мой возгласит слово твое, ибо все заповеди твои праведны. Да будет рука твоя в помощь мне, ибо я повеление твои избрал. Жажду спасения твоего, Господи, и закон твой, утешение мое. Да живет душа моя и славит тебя, и суды твои да помогут мне. Я заблудился, как овца потерянная. Взыщи раба твоего, ибо я заповедей твоих не забыл. И Давид обращается к Господу и говорит, что жаждет душа моя спасения твоего. И в каждом практически стихе он говорит, что слово твое или закон твой, он мне утешение. В жизни человека бывают разные ситуации. Где-то он говорит, я заблудился, как овца, что-то я не понимаю. Где-то в моей жизни произошли какие-то такие ситуации, в которых я не разбираюсь, не могу понять, да, или заблудился, что-то, какую-то попал, может быть, проблему человек. Но он говорит, я все равно заповеди твоих не забыл. Твои заповеди, они меня выведут. Они помогут мне выйти из того положения, в котором я нахожусь. И он говорит, что рука твоя в помощь мне. Дорогие друзья, слово Божие говорит, Господь никогда от человека не отвернется. Вы с этим согласны? Проблема может быть только в одном, когда человек отворачивается от Бога. И всякий довод человека, который говорит, Бог меня оставил, или Бог меня не любит, или Бог меня забыл, они не имеют под собой никакого основания. Потому что Бог человеколюбивый. И если он жизнь свою отдал за нас, это как раз и показывает величину его любви, показывает его желание иметь отношение с нами. И только одна причина, которая удаляет нас от Бога, это мы сами. И потому Давид обращается к Господу и просит, чтобы он ему помог, и помощь Господа всегда приходила в его жизни. Мы видим это через Слово Божие, через Священное Писание. И мы сейчас также будем обращаться к Господу, скажем, Господи, мы нуждаемся в Тебе. Мы не всегда понимаем что-то в нашей жизни, бывает мы заблуждаем. Господи, но Ты Словом Своим просвещай нас. И очень важно, когда Господь просвещает нас Своим Словом, может быть, наше гордое «я» противится этому. И может быть, говорит, я все равно буду поступать по-своему, я знаю, как правильно, да что вы мне тут, и так далее, и так далее. Но если человек смиряется и покоряется Слову Божьему, которой есть истина, которой есть свет и просвещение в нашей жизни, это выводит его из тьмы, это выводит его в благословение, это дает ему выход из любой ситуации. Вставший помолимся Господу. Вот и кончилось лето, дождь шумит за окном, и последним приветом машет листями клён. Полыхают рябины, словно в сполох огней. Вереницы длинные, клин летит с журавлей. Их прощальные крики сердце трогают вновь. Я кричу им, возьмите моё сердце с собой в тёплый край, где зимы нет, где теплавичный круг, где оно не застынет от метелей и в юг. Но далёкою точкой стая тает вдали. И осень, видно, не хочет сердце с ней отпустить. Жёлтым золотом сыплет мне под ноги свой лист. Говорит, зря грустишь ты, что на юг не летишь. От снегов и метелей ты скрывался не раз. Птицы пусть улетели, Бог покров тебе даст. Вот и кончилось лето. Что ж, наверное, пора. Мне оставило где-то в сердце капли тепла. Брёл я по заброшенной дороге долго, До крови сбивая ноги, знался. С тёмной ночкой и туманом, с вольным ветром Полупьяным стал я. Кровным братом непогоды крал я. У себя свои же годы пел я. Что придётся, как попало, Только счастье мне не доставало. Ну, здравствуй, счастье, я тебя так долго ждал. Я слишком много в этой жизни потерял. Тебя я долго ждал и думал, не дождусь. Ну, здравствуй, счастье, ты пришёл, мой Иисус. Ну, здравствуй, счастье, я тебя так долго ждал. Я слишком много в этой жизни потерял. Тебя я долго ждал и думал, не дождусь. Ну, здравствуй, счастье, ты пришёл, мой Иисус. Сколько ждал я милости природы, Только получал одни невзгоды. Разве я для этого родился? Разве нету счастья для меня? Дверью, мне не будет больше худо, Дверью закрывать на ключ не буду. Бог мой постучится рано утром, И ему навстречу выйду я. Ну, здравствуй, счастье, я тебя так долго ждал. Я слишком много в этой жизни потерял. Тебя я долго ждал и думал, не дождусь. Ну, здравствуй, счастье, ты пришёл, мой Иисус. Песни льются дружной чередою. Мне бы поскорей увидеть небо и тебя на троне золотом. Больше не вернусь, я к жизни старой. Пой же, громче пой, моя гитара будет. Удивительная встреча с вечным счастьем в синих небесах. Ну, здравствуй, счастье, я тебя так долго ждал. Я слишком много в этой жизни потерял. Тебя я долго ждал и думал, не дождусь. Ну, здравствуй, счастье, ты пришёл, мой Иисус. Ну, здравствуй, счастье, я тебя так долго ждал. Я слишком много в этой жизни потерял. Тебя я долго ждал и думал, не дождусь. Ну, здравствуй, счастье, ты пришёл, мой Иисус. Ну, здравствуй, счастье, ты пришёл, мой Иисус. Лишь на крест я смотрю, лишь на крест, Где навеки грехи прощенней мои, И никто не осудит меня за грехи. Лишь на крест я смотрю, лишь на крест. Лишь на крест я смотрю, лишь на крест. На тебя лишь смотрю, Иисус. Лишь тебе доверять я хочу, Господь. И звали твою смело, иду я вперёд. На тебя лишь смотрю, Иисус. На тебя лишь смотрю, Иисус. Лишь тебя прославляю, Господь. Моё сердце хвалою наполнил ты. Грусти нет я тебе, благодарность пою. Лишь тебя прославляю, Господь. Лишь тебя прославляю, Господь. Как хорошо пребывать на этом месте. Когда меня спросили, Когда на малышемом съезде спросили, Что для тебя церковь. Но одно из ответов моих было то, Что я нашёл здесь великое утешение. Слава Господу. И Господь утешает, утешает. И это его утешение. Они услождают душу. Я хотел прочитать отрывок. Но чтобы сокращать, Я скажу немножко, Что я прочитаю Из седьмой главы книги Деяний. Благодарю. И там сказано об Аврааме, Которому Бог дал откровение. Но на самом деле я не хочу говорить об Аврааме. Я хочу сказать об Иосифе. И чтобы сокращать, Я прочитаю из шестого стиха Седьмой главы книги Деяний. И сказал ему Бог, Что потомки его будут переселенцами в чужой земле, И будут порабощения и притеснения лет четыреста. Но я, сказал Бог, Произведу суд над тем народом, У которого они будут в порабощении, И после того они выйдут и будут служить мне на всем месте. И дал ему завет обрезания. По всем родил он Исаака, И обрезал восьмой день. А Исаак родил Иакова. Иаков же двенадцать патриархов. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, Но Бог был с ним. И избавил его от всех скорбей, И даровал ему мудрость и благоволение царя египетского фараона, Который поставил его начальником над Египтом И над всем домом своим. До этого места. Я хочу говорить о Иосифе. Ну и может касаться других таких хороших героев, Которые послужили нам действительно благословением, И наставлением, и назиданием, И укреплением нашей веры. Посмотрите, что произошло с Иосифом. Даже трудно представить, Что этот юноша, Ему было практически 17 лет, И он уже пошел путем, Которым он, может быть, и не хотел, и не планировал, Но трудным, сложным путем Его продали в рабство. Трудно представить сегодня, Если взять юношу, допустим, Моего сына, допустим, Андрея, Он сегодня улетел на юга, Так получилось в жизни. И чтобы он оттуда не вернулся. Но трудно мне вообще представить, Как я буду себя чувствовать. Трудно, вообще даже не знаю. И вот этот юноша, Он пошел, не желая туда идти, Пришел в Египет, И был просто даже продан, Он был рабом, И такая вот участь и перспектива, Которая он не ждал, не планировал, Постигла его. Очень интересно, Что этот человек жил, И я думаю, что он слышал наставления, Ну, может, тогда воскресной школы не было, Это было, может быть, за костром, Иаков рассказывал о жизни с Богом, То, что делился переживаниями, Которые он спережил. Иосиф внимал этому, И что самое интересное, Что когда начались такие вот обстоятельства, Которые пришли в его жизнь, Этот человек проявил удивительную веру. Удивительную веру. Он, будучи оклеветанным, Оклеветанным в доме Патифара, За то, что он убежал. Смотрите, что он делал. Он бежал, бежал от греха. Он бежал, удалялся. То есть он имел веру, Что все равно, что он раб, продан, Все, он как бы не имеет здесь никакого статуса, И, может быть, и никогда не вернется, И будущее его перечеркнуто. Но, тем не менее, смотрите, что он делает. Он бежит от греха в дальней стране, Где его никто не видит. Он бежит, И из-за этого он еще больше начинает страдать. Его посадили ниже, пошел еще ниже, Его посадили в тюрьму. И Библия говорит нам о том, Что душа его вошла в железо. Что сделал Иосиф? Что сделал Иосиф? Ничего не сделал. Он был хороший, чудный сын своего родителя. Даже отец его отметил тем, Что он дал ему плащ, Подарил ему такое, Может быть, выделил всех детей. Он начал видеть сны. Это такое интересное, Такое духовное начало. Но посмотрите, что происходит. Посмотрите, что Иосиф в Египте в тюрьме ни за что. И когда Иосиф так, знаете, Когда Иосиф все ниже так пошел, И в тюрьму уже его посадили, То он опять же проявил веру. Он, Я думаю, что всякие чувства, Большие и серьезные такие потрясения были в его душе. Я думаю, что он где-то плакал, Задавал какие-то вопросы, Но он проявлял веру. И он доверял Богу. И мы видим, что Иосиф, Он увидел среди всех вот этих страданий Какую-то помощь Божию. Потому что Бог был с ним. В доме Петвера Бог был с ним. В доме узников Бог был с ним. Он увидел, что при всем том, Что он страдает, Но все равно Бог его не покидает. Бог его благословляет. И он увидел, что Бог его ведет. И хотя ему трудно было понять, Как же Бог его все-таки поведет. И как он его выведет. Но ему было очень сложно это представить. Но тем не менее, Он проявил такую твердость. И никто, как Иосиф, Он проявил веру. И он увидел, что даже в этих обстоятельствах, Он увидел, что будущее, Как говорит один исследователь Слова Божьего Гудинг, Он говорит о том, Что будущее было за Израилем. Будущее не было за этим фараоном, С его силой, властью, могуществом, С этими прекрасными городами, колоннами и так далее. Но будущее было за Израилем. И он согласился на то, Что дальше доверять Богу. И доверился Ему. И написано, что пришел властитель народа И освободил его. Мы видим, что в этом Некий прообраз церкви. Потому что церковь Иисуса Христа, Она также идет. Также идет не так, Может быть, как человек, Может, предполагает и думает. Но церковь идет, И написано, что Написано про Иосиф, Написано, что С душа его вошла в железо, И Слово его Испытало его. И Слово начинает работать В жизни В жизни Человека. Божьего человека. Оно испытывает его. И человек может шататься, Может видеть, Что происходит, Какие бури Его настигают, Что, Какие-то обстоятельства Что постигают. И здесь, Я так понимаю, Что важно, Очень важно для меня И для каждого из нас Сохранять веру. К нам может прийти Различное состояние. Знаете, Может подуть такой ветер, Такой, знаете, На братьев, На сестер, Что-то начинает Человек видеть, Что-то начинает, Что-то в церкви происходит И так далее. Знаете, Дорогие братья и сестры, Надо нам, Мне и каждому из нас Убегать от этого, Как убегал Иосиф. Слава Господу. Надо убегать от этого. Нужно молить, Просить Бога, Чтобы Господь даровал, Даровал это милость, Потому что это испытание. Слово начинает работать. Знаете, Этот нож, Этот, Как бы, Карандаш, Скажем так, Извините, Эта фраза принадлежит К спержену. Он говорит, Это карандаш, Который, Который требует Заточки, Именно ножа, Чтобы снять с него Вот эту кедровую, Кедровую оболочку. Вот она не приносит, Вот это вот снятие, Вот это воздействие, Эта ножа не приносит, Такой большой радости. Во всяком случае, Мне не приносит. Я не знаю, Как бы сказать, Кто, Как имеет такой вот, Ну, Какие-то опыты, Мне не приносит. Но, Но я понимаю, Что, Понимаю, И согласен со спержену, Он говорит дальше, Но последствия, Он может оценить действия Этого ножа, И вера его не постоит. Слава Господу! И я хочу сказать о том, Что, О том, Что, О том, Что нас может Постигать различные состояния, И мы можем чувствовать себя, Мы можем чувствовать себя Подавленными, Мы можем чувствовать себя В какой-то даже депрессии, Мы можем чувствовать себя Очень, Ну, Некомфортно, И в это время, В это время нужно проявить веру, Потому что, Потому что ты пришел на это место, Бог меня привел, Тебя привел для того, Чтобы дать тебе будущность И надежду, Поскорбев немного, Если нужно, Даже от различных искушений, Я скажу, Бывают различные испытания, Бывают различные искушения, А бывают даже страдания, Которые были у Иосифа, И бывают даже страдания, Которые несправедливы, Которые человек даже Несправедливо страдает, И описано так, Что даже это угодно Богу, Но я хочу сказать, Что если человек согласится, Он придет, Он придет в церковь, И он может видеть даже, Что, как бы, Ну, ничего такой, Какой-то благодати, Особого такого служения, Какого-то нет, Братья-то говоря, Слово Божие, И как бы выйдет в служение, И будет говорить, Ну, вроде так, Сегодня-то как-то нет такого особого, Знаете, Такого какого-то, Но я хочу сказать, Когда человек, Он соглашается, Идет этим путем, При любом служении, Он будет стоять и говорить, Как же так? Как вы говорите? Я чувствую, Я чувствую, Я чувствую, Я чувствую, Что Господь пришел в мое сердце, Он утешает меня, Он могущественно присутствует во мне, Исцеляя меня, Я чувствую это присутствие Божия, Как вы говорите, Что его нет? Как вы говорите, Что, как бы, Что за мнение такое? Когда человек доверяет Господу, Когда человек открывает свое сердце Для действия Божия, То он будет чувствовать присутствие Святого Духа, Он будет чувствовать, Что Бог касается его, Ведет его, Хотя, Может быть, Какие-то моменты непонятны ему, Какие-то моменты очень, Ну, Как бы, Как бы неудобны ему, Но он находится в обработке, Слово его испытывает, И знаете, Когда Бог испытывал Иосифа, Он испытал его, Но впоследствии он, Написано, Избавил его от всех скорбей, Он его избавил, И поставил его, Поставил его, Ну, Вторым в Египте, Я слышал такое, Такое, Что это про образ, Про образ восхищения церкви, И когда человек идет этими скорбями, Кажется, Это путь уже такой, Знаете, Ну, Как бы, Пришел в церковь, Все было, Ну, Все как бы должно быть хорошо, Все должно быть, Я же теперь с Иисусом Христом, Но может быть обстоятельства, Которые постигнутым, Будет говорить об обратном, Но тем не менее, Тем не менее, Нужно, Нужно, Как говорит Слово Божие, Смотреть на этих людей, Которые, Которые впоследствии имели Такое избавление, И такое благословение, И мы видим, Что, Мы видим, Что не сразу, Ну, Я дальше не прочитал это местописание, Не сразу так Бог открывается, И так в полноте, Чтобы человек мог понять его, И так далее, Потому что человек испытывается, Не сразу он открылся, И братьям, И братья пришли только второй раз, И тогда открывается эта любовь. Очень интересно, Что, Очень интересно, Несчастный, О чем он говорил, Он не солгал, О чем он говорил, Он говорил о немощи, Он хвалился немощи, Как никогда апостол Павел, Но этот человек, Этому человеку, Который когда-то думал, Когда-то думал о том, Когда-то боролся, Встал перед Богом, И боролся, И говорил, Господи, Дай мне мир с моим братом, Он заботился об этом, И Бог дал ему мир, Слава Господу, И Бог дал ему мир, И Бог дал не то, Знаете, Так красиво Бог в его жизни поступил, Что когда уже, Когда уже, Он говорит, Иди, Иосиф жив, Иди в Египет, И когда он пришел в Египет, Он увидел, Что сын его жив, И все вот эти люди, Все его дети, Они были испытанными, Они были сохранены, И поставлены, Бог дал ему такую почесть, Поставлены головами колен Израилев, Смотрите, Слава Господу, Он соединил всю эту семью, И Иаков увидел благословение, В том, Что его семья была полностью сохранена, И он исполнил, Исполнил волю Божию, Он исполнил, Вот как маленький винтик в Божьем плане, Он исполнил волю Божию, И он увидел, Что и далее пойдет, И далее Иосиф это увидел, Далее пойдет, Иосиф, И Бог поведет Иосифа, И далее даже целый народ, И Иаков имел благословение, Он достиг этой земли Гесем, Ну, скажем, своей земле обетованной, Ему было хорошо, И благословение Господне, Которое печали не приносит, А обогащает, Оно совершилось в его жизни, Совершится и в твоей жизни, Но нужно иметь веру, Доверять до конца, Идти за Господом, Независимо от того, Какие обстоятельства, Божья даже ненависть и нелюбовь, Которую мы испытываем от внешних, Или каких-то еще, Мало ли что, Но нужно стоять в вере, А Бог, Он совершает вот эту работу, Он совершит ее до конца, До конца в твоей и моей жизни, И я хотел бы поблагодарить вместе с вами Господом, Давайте мы встанем на наши ноги, Помолимся, Чтобы Господь укреплял нас, И чтобы вселял веру в наши сердца, Помолимся. Сколько ты, мой Бог, терпел, В ожиданиях, что приду, И склонюсь у ног твоих, Я в покаянии, Ты меня оберегал, О себе напоминал, Ты меня от смерти просто вырывал, Я перед тобой в долгу, За твою смерть и кровь, Голгофский подвиг, Я перед тобой в долгу, За милость всю твою, Любовь и верность, Я перед тобой в долгу, За благодать твою, И за спасенье, Я перед тобой в долгу, Сколько ты своей любви Простирал к душе моей, Видя жизнь мою, Как я иду в погибель, В одиночестве страдал, Грех меня на части рвал, Я противился тебе, Но осознал, Я перед тобой в долгу, За твою смерть и кровь, Голгофский подвиг, Я перед тобой в долгу, За милость всю твою, Любовь и верность, Я перед тобой в долгу, За благодать твою, И за спасенье, Я перед тобой в долгу, Сколько ты, мой Бог, терпел В ожиданиях, что приду, И склонюсь у ног твоих, Я в покаянье, Ты меня оберегал, О себе напоминал, Ты меня от смерти просто вырывал, Глубока моя любовь, И прощение наш покров, Ты наш свет, И наш покой, В уповании Бог святой. Твоя милость велика, Твоя правда высока, Твоя сильная рука Нас ведет издалека. Дух Святой, дорогой, Драгоценный Дух Святой, Наполняй сердца Славою Отца. Дух Святой, дорогой, Драгоценный Дух Святой, Острещай и веди нас за собой. Глубока, Твоя любовь, И прощение наш покровь, Ты наш святой, Ты наш покой, Упование Бог святой. Твоя милость велика, Твоя правда высока, Твоя сильная рука Нас ведет издалека. Дух Святой, дорогой, Драгоценный Дух Святой, Наполняй сердца Славою Отца. Дух Святой, дорогой, Драгоценный Дух Святой, Острещай и веди нас за собой. Слава Иисусу! И кто я такой, что Господь избрал меня и поставил на путь спасения? Я думаю, каждый сегодня из нас так думает и каждый переживает. Эту Божью милость, о которой сегодня много говорится, и о которой говорится не только сегодня много, но я думаю, пока мы на этой земле, мы только о ней и можем с вами говорить. Потому что нас держит вот на этом пути только милость Божия. Потому что если бы не было милости, как сегодня уже много говорилось, мы часто ошибаемся, мы часто падаем, мы часто делаем не то, что надо, но Господь, Он нас держит в руке своей. Вчера было братское служение в городе Новосибирске. Этим брат просто мысль такую подметил. Я просто немного хочу тоже вот так вот поделиться этой мыслью. Помните в Откровении, в Откровении, в первой главе, там такие слова, что вот Иисус, я своими словами буду говорить, Иисус, Он держит вот эти звезды в руках, в деснице, и ходит посреди светильников. Вот эти звезды, там написано, это ангелы, да, служители. А вот эти вот, а вот эти светильники, это церковь. Это церковь Иисуса Христа. Если мы с вами вспомним семь этих церквей, которые там во второй, в третьей главе, они характеристика какая там. Только у двух церквей у них хорошая характеристика. Опять там все равно Бог находил какие-то недостатки. А по одну сказал, что ты думаешь, что ты жив, но ты мертв. Да, вот такое. Ну, своими словами говорю, ты мертв. Ну, и знаете, несмотря на все это, Бог, Он все равно не оставляет, и Он ходит посреди семей этих церквей. И Господь сегодня на этом месте. Несмотря на то, что, может быть, мы с вами сегодня где-то что-то не сохранили, что-то не так, может быть, делаем пока, но Господь, Он сегодня с нами, и Он не оставляет нас. Слава Господу! И пока мы на этом пути с вами держимся Его милости, эта милость в нашей жизни будет происходить. Слава Иисусу! Я благодарю Господа! Слава нашему Господу! И хотел бы я сегодня немного поделиться с вами Словом Божиим. И Евангелие от Матфея, 25 глава. Вот эта притча о талантах. Я не буду ее зачитывать, я немного так вот расскажу. Мы помним с вами, что был человек, который отправился в чужую страну. Он уехал и оставил трех рабов. Одному дал 5 талантов, другому 2 таланта, третьему дал 1 талант. И вот когда все это произошло, эти люди, они остались. Они остались, они трудились. Вот которому дали 5 талантов, он приумножил еще 5, принес. Тот, которому 2, еще 2. Которому 1 он закопал. Я не буду о нем говорить сегодня. Мне хотелось бы говорить о том, которому 5 дали и 2 таланта. И вот когда пришел Господин, когда пришел Господин, и он увидел этих своих рабов, И он оценил их. И он оценил то, что они сделали. Он оценил то, что они совершили для него и ради него. Потому что его не было в тот момент, когда они там это все делали. Над ними никто не стоял. Никто, ну как говорится, над душой не стоял. Они сами это делали. Почему? Потому что они знали своего Господина. Потому что они любили своего Господина. И интересные слова сказал этот Господин, когда он пришел и увидел этих рабов. И он написано позвал первого раба, которому дал пять талантов. Он принес другие пять талантов. И Господин сказал ему, и это оценка Божия, труда этого человека. Он сказал ему хорошо, хорошо. И те же слова самые. Он сказал и тому, который принес два таланта. Он ему тоже сказал хорошо. И это есть оценка Божия. И нам с вами очень приятно, когда нас с вами хвалят. Правда? И чем больше нас хвалят, тем нам больше приятно. Ну все равно, ну так вот люди, вот мы устроены. Нам приятно это услышать, да, когда нас хвалят. Но вот здесь, вот когда пришел тот Господин, ну иными словами, когда пришел Господь Иисус Христос и пригласил этого раба. И он пришел, и Господь сказал ему хорошо. И этих слов их хватило. Этих слов этому человеку хватило. Я думаю, каждый из нас хотел бы услышать эти слова от Господа. Хорошо. Когда мы придем в его вечное царство и пристанем пред Господом. Чтобы вот оценка нашего труда и нашего служения, она тоже была хорошо. И нам этого с вами хватит, потому что это сказал Иисус Христос. И это его оценка. Интересно, вот этот человек, которому было дано пять талантов, он, наверное, на фоне вот этого, которому было два таланта дано, он смотрелся очень так, ну, хорошо. Он, наверное, мог хорошо проповедовать, ну, таланты. Он мог хорошо петь. Он, может, пел в хоре. Он трудился еще где-то. Ему многое было дано. И вот которому было два таланта дано, но это меньше, да? Это меньше. Может, он просто молился, трудился еще где-то там. Но он не так вот был, не так ярко труд его выглядел, как вот служение вот этого человека, которому пять талантов было дано. Но мы видим опять же дальше, когда пришел этот господин, его оценка. Он дальше говорит и первому, и второму, и которому много было дано, и которому было дано чуть поменьше. Он сказал, хорошо, добрый и верный раб. И первому, и второму. Он так сказал, хорошо, добрый и верный раб. И как бы нам с вами хотелось услышать эти слова, чтобы нам Господь с вами сказал то же самое – хорошо, добрый и верный раб. И я вчера вечером, когда прочитал эти слова, они меня коснулись, и я решил поразмышлять немного над этими словами, что же это за такая характеристика, которую дал Иисус, которую дал этот господин своим рабам – хорошо, добрый и верный раб. И добрые люди, мы с вами понимаем, это первое слово – добрые. Они встречаются не только среди верующих людей, их много, и как-то, ну, люди иногда говорят, вот, добрый человек, кто-то там, может быть, собак кормит, кошечек там, если там нашел пораненое какое-то животное, там, может быть, домой принес, еще как-то там. Ну, человек, может быть, улыбается, как-то с ним приятно общаться, и говорят про такого человека – добрый человек. У него не просто добрый вид и улыбка, вот. Ну, о доброте человека, библейского человека, говорят его дела, правда? Говорят его дела, его поступки. И когда я посмотрел в греческом переводе, вот это слово «добрый», оно имеет там два значения. Первое говорит, вот, которое здесь вот написано, добрый, верный раб, первое – это внутренние качества, внутренние. И там было написано «добрый» и «щедрый», внутренние. То есть человек щедрый. Ну, а кто такой щедрый человек? Он может уделить и для кого-то время, ему не жалко. Он может и пожертвовать финансово, ему не жалко. Он щедрый человек. Щедрый – это не просто, который дает там, ну, так вот, да? А он щедрый, он много дает. И это не обязательно в финансах выражается. А второе качество – это внешнее. То есть, а это уже проявление такое, знаете? И это хороший, полезный. То есть человек полезный, вот, добрый. Псалом 111, 111-й Псалом, с 5-го стиха, вот, как раз характеристика доброго человека, библейского. И написано «Добрый человек, он милует и взаймы дает, он даст твердость словам своим на суде, он вовек не поколеблется, в вечной памяти будет праведник, не убоится худой молвы, сердце его твердо уповая на Господа. Утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих, он расточил, раздал нищим. Правда его пребывает вовек, рог его вознесется во славе». И вот такая характеристика человека доброго. И здесь тоже подчеркивается, что человек добрый, он милует и взаймы дает, а дальше он расточил. Вот все, что у него было, и его Иисус Христос привел во спасение, даровал ему эту жизнь. Сегодня все, что он имеет, это не его, это принадлежит Господу, и он дал ему это все. И написано «Он расточил и раздал нищим». И мы с вами понимаем, что мы, конечно же, несовершенны. Конечно же, все это очень большая высота, но это та высота, которую мы с вами должны видеть и которой мы с вами должны стремиться. А сами этого мы никогда с вами не достигнем. Но мы знаем, что есть тот, кто дает нам эту силу. И сейчас хор пропел о Духе Святом. И это та сила, это тот Бог, который дает нам эту способность все это преодолевать. И преодолевать, может быть, и скупость свою, и врожденные какие-то качества. Все это преодолевать и приносить добрый плод для Господа. И вот этот щедрый человек, он жертвует. И правая рука его, она не знает, что делает левая. Она не знает, что делает левая. И дальше я уже говорил, что это человек, который полезный. Это человек, который приносит пользу. Там, где он находится, он живет не только для себя. А он живет, чтобы приносить людям пользу. И эти слова я сегодня говорю себе. Эти слова сегодня, они звучат и к нашим сердцам, каждого из нас. Он приносит пользу. И в церкви этот человек приносит пользу. Сам приносит. Он не смотрит на тех, кто бы мог принести. Кому больше дано, кто больше умеет, кто моложе, кто, там, не знаю, еще какие-то качества. Он в ком-то видит. Но он сам приносит пользу. Потому что Иисус, он сегодня от нас ждет, чтобы мы приносили пользу в его деле. И следующее слово, на котором я останавливаюсь, это верный. Это верный раб. А верный в том же переводе это истинный и надежный. Истинный и надежный. И может быть, если мы сегодня так вот посмотрим, как все-таки сегодня не хватает людей надежных. Вот вчера ехали так же в Новосибирске в дороге, немного так коснулись вопроса. Там вспомнили одного брата, другого брата, маленько так вот. Ну знаете, вот братья и сестры, которые вот открыты, которые готовы помочь, оставить что-то свое, их не так много. Но их помнишь. Их уже сегодня нету здесь. Они куда-то уехали, может быть. Ну и сегодня, допустим, я вот так вот вспоминаю тех братьев и сестер, которые были надежные. Можно было попросить и знать, что они выйдут навстречу. Они помогут, что-то оставят свое, может быть. И вот это для Господа, если для нас это ценно, то представьте, насколько же это все-таки ценно для Господа. Вот эти качества, надежность. А знаете, как называли христиан первой церкви? Христиан первой церкви. Вот если будем читать, апостол Павел об этом часто говорил. Господь спаситель всех человек, а наипаче верных, верных. Христиан первой церкви называли верные. И дальше еще будь образцом для кого? Для верных в слове. И не только эти места. Их там достаточно много. Их достаточно много. И Господь, Он хочет от нас сегодня, чтобы мы были добрыми рабами и верными рабами. И зачитаю в заключение первое послание к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам. 4.12. Слова для домостроителей. Ну, мы каждый из нас, он есть этот домостроитель. С первого стиха. Четвертая глава, первый стих. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых. Мы все служим Иисусу Христу. И домостроителей тайн Божих. А домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Чтобы каждый оказался верным. И сегодня Иисус Христос от нас этого ждет. Еще один момент коснусь. Знаете, в Слове Божьем написано, что по причине умножения беззакония во многих холодеет любовь. То есть это будет, и Слово Божье, оно об этом говорит, что в последние времена придет это время, когда охладеет. И когда, вы знаете, вот это вот охладеет, что нами вообще движет, когда мы что-то делаем? Любовь, правда, любовь, но Слово Божье говорит, оно охладеет. Это любовь, которая в сердцах наших, оно охладеет. И это, конечно, нам, может быть, не захочется и быть добрыми, и верными. Но, знаете, вот мы думаем так, ну это грех, конечно, лишает огня. Вот охладение приходит, когда грех. Но это не всегда оно вот так вот ярко происходит. Я вот просто по себе смотрю. Мы видим с вами, что этот мир, он всячески воздействует на нас с вами, правда? Воздействует, даже ты этого не ожидаешь. Ты просто заходишь в маршрутку, и там вот эти картинки всякие разнообразные, рекламы. А это же там сейчас все, ну, много непотребства. Идешь по улице, там баннеры большие, там тоже много непотребства всякого. А взгляд упал, и все, вот оно. Оно, знаете, уже может проникать сюда, вот, и уже там какие-то мысли могут происходить. И это много сегодня, мир вот так вот устроен, чтобы вот так вот нас вот поразить, да? Чтобы лишить нас этой любви, лишить нас вот этих качеств, которые Господь хочет вложить в наше сердце. Насколько сегодня нам важно понять, что вот должны, 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 это не работает. Это не работает. Работает благодать Божия, которая обновляет нас с вами. Если сегодня мы с вами понимаем, какие мы должны быть, это хорошо. Но если мы не будем искать Божьей благодати и Божьей милости, если мы не будем с вами молиться и искать Господа, Его присутствие в своей жизни, то это будет все напрасно. Только Божья благодать, она наши сердца преображает. Только она дает нам способность. Только она убирает из наших сердец вот это все, то, что нас оскверняет. Только она, Божья благодать. Мне бы хотелось вместе с вами сейчас молиться, чтобы вот эта Божья благодать, она действовала в нашей жизни. А для этого нам надо искать ее, нам надо стремиться к ней, чтобы когда однажды мы предстанем пред Господом, Он сказал для нас, это была Его оценка, это Он оценил нас. Он сказал, хорошо, добрый и верный раб. Аминь. Будем молиться. ПЕСНЯ 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 Я вас всех приветствую. Скажем слава Господу. Вчера мы с братьями были на Братском региональном в Новосибирске. Целый день. Приехали уже к ночи. И немножко устали. Потому что сам день, весь день и общение. До этого день там был полдня общения. Сидеть, воспринимать информацию. Ну, как бы все это не просто, дорога. Лег отдыхать. Вроде бы сильно устал. Немножко задремал. И за какое-то время проснулся и не могу уснуть. Ворочался, 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 ворочался. Господи, надо спать. В каком я завтра был в состоянии на служении? А сон и не приходит. И так, и налево, и направо, и бок, и с одеялом, и без одеяла. Ну, бесполезно. И в голове один стих Священного Писания. Так, раз, просветился, и вот гоняю его. Ну, Господи, уже встал, открыл Библию, немножко посидел. Вот. И лег и уснул. Вот. И вот сегодня хочу поделиться немножко, или поговорить о том, что, ну, что такое, имею сегодня поделиться. Хотя пришел к нам на служение, брат Роман спрашивает, я говорю, нет, наверное, я не буду. Что-то как-то, ну, не знаю, неуверенность или что, не знаю, или тяжело. Вот. Нет, наверное, пускай помоложе тебе, там, братья кто. Вот. Но все-таки после первой молитвы, все-таки я вижу, что мне надо поделиться тем, ну, что вот так вот я сегодня имею. Пускай Господь благословит. Какое-то время с вами мы не виделись, я был в отъезде, я был в отъезде, где-то немножко отдохнул, где-то и надо было помочь сыну, который хочет в зиму все-таки въехать, переехать. Там уже дом совсем никудышный становится, жить тяжело, невозможно, все разваливается, и печки, все. Вот. Поэтому нужно было помочь, поэтому меня какое-то время не было. А сегодня мы с вами собрались вместе, и сегодня Бог, Он к нам что-то проговаривает. У каждого нас были свои дела, заботы, картошка, осень, уборка, кто-то к свадьбе готовится и так далее, и так далее. Вот. Но вот сегодня Бог нас собрал, и Бог сегодня к нам проговаривает. И мы сегодня видим, что брат Сергей, да, мы понимаем, что каждого проповедника Бог наполняет и дает сердце. Каждый проповедник проходит через какой-то период, да, молится, волнуется, размышляет, рассуждает, считает, ищет, получает, да, как-то все это анализирует, да. Ну, то есть мы понимаем, что за этим все стоит Бог, и вот на воскресном служении Бог нам дает пищу. Бог нам всем дает пищу. Мы сегодня, если были внимательны, мы, и уже брат Роман немножко пробежался, проговорил, да, что брат Сергей говорил нам о Иосифе, который убегал, убегал, который хранил, я не буду повторяться, брат Роман тем более уже все это проговаривал, да. И брат Алексей, по сути, по сути, говорил тоже о том, о том, вот, что мы только по милости Божией, по милости Божией, вот Бог нас нашел, Бог сегодня нас хранит, вот, и продолжает удерживать, удерживать свои десницы нас, да, напоминаю слова откровений, и о том, что он закончил, о том, что нам нужна с вами благодать Божия, без которой мы, по сути, ничего не можем. Вот об этом я и хотел поговорить. Это послание к евреям, 12 глава, 15 стих. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возник, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Итак, Священное Писание, или апостол Павел говорит о том, вы знаете, впереди, или предыдущие стихи, они говорят о том, что Бог, Он может наказывать. Бог может наказывать, написано, бьет всякого сына, приходящего к нему, и так далее, и так далее, да. И там Павел говорит о том, что всякое наказание в настоящее время кажется, не кажется радостью, да, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. И там он дальше говорит, и так укрепите опустившиеся руки, ослабевшие колени, ходите прямо, и так далее, и так далее. И старайтесь иметь мир со всеми, святость. И вот он говорит, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Во второзаконии мы читаем такие слова, такие слова, это 29 глава, 29 глава, 18 стих. «Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода, или колена, которых сердце уклонилось бы от Господа, Бога нашего, чтобы ходить служить богам тех народов, да не будет между вами корня, превращающего яд и полынь». Но мы понимаем, что Бог говорит не о полыне действительно, да, или о яд, или о каких-то растениях, которые несут в себе яд, да. Слово Божие говорит о том, здесь я подчеркиваю, чтобы не уклонялось сердце, и тоже говорится о том, чтобы горький корень, он не было этого корня международа израильского. И вот сегодня Слово Божие говорит нам о том, что нам нужно наблюдать. Нам нужно наблюдать, и это наша с вами задача, и наблюдать мы должны, каждый над своим сердцем. Слово Божие говорит, смотрите, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. И здесь я хочу отметить одно, смотрите, чтобы кто не лишился, как бы обращается к каждому, да, человеку, чтобы кто не лишился. И там дальше написано, вот, если лишился благодати, да, вот если там написано, возник горький корень, тогда что происходит? Оскверняются многие. Один не пободрствовал, один лишился благодати Божией, да, возник вот этот горький корень, оскверняются многие. И вот Священное Писание нам говорит о том, чтобы, смотрите, чтобы кто не лишился благодати Божией. Конечно, если говорить о благодати Божией, она, по сути, изливается через многие вещи. Написано, благодать излилась из уст твоих. Говорится о Иисусе Христе. Говорится о Спасителе, что Он принес нам благое Слово, которое принесло нам благодать. И поэтому Слово Божие, оно, по сути, тоже есть благодать, когда мы его читаем, и люди могут получать эту благодать, переживать, чем-то наполняться. Не просто, вот прочитал информационно, там, как, знаете, говорят, мне так раньше учительница говорила, Зубкова, у тебя в одно ухо влетает, в другое вылетает. Да, вот, послушали и все. Нет, а то Слово, то Слово, которое что-то производит, реальные действия в нашей жизни. И, конечно, говорится о Спасителе или о тех временах благодати, которые пророки искали, когда назначено это время придет, говорит о пришествии Иисуса Христа и о том, что Он сделал. Это спасти каждого через веру, не дела, через веру, дав свое возрождение и дар Духа Святого, слава Иисусу. Это же тоже благодать Божия и действие благодати Божией. Но я сегодня хотел бы поговорить, о чем и говорил брат Алексей, я думаю, что он говорил об этом, чтобы нам вот именно не лишиться благодати Божией. И вот Священное Писание говорит о том, чтобы, смотрите, кто не лишился благодати Божией. Потому что что происходит дальше, мы если будем разбирать, смотрите, чтобы возникнув горький корень, не причинил вреда, и им не осквернились многие. Посмотрите, сердце, которым отсутствует Божия благодать, Божия благодать, а это прекрасная почва для того, чтобы там возникнул горький корень. Есть такая притча, Евангелие от Матфея, 13 глава, 24 и 25 стих от Матфея. Другую притчу предложил он им, говоря, царство небесное, подобно человеку, посеявшему добрые семена на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницу и плевелой и ушел. Итак, мы видим, что Священное Писание говорит, что царство Божие, оно вот подобно человеку, посеявшему добрые семена. И там говорится о том, что когда люди спали, пришел враг и посеял другое семя. И посеял другое семя. Так вот, друзья мои, конечно, мы понимаем с вами, что семя есть Слово Божие. Там дальше и в другой притче осеять или там интерпретируется, что семя это есть Слово Божие. И очень важно, для каждого семя нужны какие-то условия, правда, нужна среда добрая и хорошая. Поэтому вот Слово Божие, Слово Божие, падая на добрую почву, сегодня было здесь тоже немножко проговорено, оно производит плод. И мы производим плод 2 в 5 крат, да, то есть это доброе, это сердце наполнено благодатью. Потому что давайте с вами согласимся, мы с вами переживали моменты, когда у нас нету благодати. Переживали моменты в силу каких-то обстоятельств. А я дальше там немного буду говорить, через что мы можем терять. Но в силу каких-то обстоятельств мы такие периоды с вами переживаем жизни. И продолжаем переживать. И вот читаешь Слово Божие, и если у тебя нету, ты лишен благодати, то оно тебе не животворит. Оно как бы, надо читать, я прочитал, оно как бы не производит. В одно ухо зубков прилетело, в другое вылетело, да. То есть оно не производит, а оно призвано производить. Слово Божие, оно призвано живо и действенно. И острее меча обоеду остров, который проникает до разделения, да, и состава мозгов, и судит, состав помышления человеческих, да, и намерения. То есть оно призвано, это действенное слово. Так вот, когда сердце, лишенное благодати, и не имеет благодати, почему верующие люди, когда читают, или мы проповедуем, они бывают, оно не достигает. А наоборот, они ожесточаются, они говорят, вы чего, и так далее, и так далее. Почему я не мог принять, когда мне моя жена, которая жена, которую Бог мне вернул обратно, она пришла, мне говорит, на, почитай, а у меня ожесточение внутри. Потому что нету благодати. А человек, который принимает Иисус, он возрождается. Это тоже благодать. Он возрождается и способен полюбить. И когда я покаялся, я читал, 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 плакал, читал, и не мог оторваться. И так бывает с каждым человеком. Потому что сердце, само по себе человеческое черствие, оно не может принять слово Божие. Поэтому нужна Божья благодать. И вот Священное Писание говорит, чтобы мы бодрствовали, чтобы кто-то не лишился. Смотрите, чтобы кто не лишился благодати Божией. И вот это очень важно. И, конечно, друзья мои, как я говорю, что через разные аспекты мы можем получать благодать. Но я хотел бы говорить именно о молитве. Именно тогда, когда твой дух, он соединяется с Духом Божиим. Именно тогда, когда твое и мое сердце от присутствия Божия, оно сокрушается. Оно тает. Оно становится другим, наполненным благодатью, которая способна дальше жить и принимать доброе семя. А когда плохое семя сеется, оно просто умирает моментом. У нас на катере есть такая лампа. Я не знаю, кто ее купил. По-моему, уже год или два она висит. Лампа такая. Ее втыкают в розетку. Там зажигаются какие-то электроды. Там какие-то проволочки намотаны. И однажды, я помню, вечером, когда мы там пили чай. Вы знаете, летают мошкара вот эти все на свете. Москиты эти. Вот они летают. И как только туда залетает, она просто ее разрывает. Такой вспышек разрывает. И только перья, хлопья от нее летят все. Знаете? Вот очень интересно. Я вот так вот почему-то этот пример вспомнился. Вот сердце, которое наполнено благодатью, когда враг, человек хочет что-то посеять, происходит пшик, и его нету. Вот посмотрел на голые ноги, в мире идешь. Пшик, и нету. Оно тебе не ранило. Никакого корня здесь не может быть. Сказал тебе обидное слово. Пшик, и нету. Оно тебе не принесло урон. Потому что ты храним Богом. Обратное происходит так же. Потому что огни бывают чуждые. Да? Мы с вами знаем, я вот на братском говорил такую тему, немножко о чуждом огне. Но там для братьев я сегодня не хочу это проговаривать. Но помните, верно до Ветхого Завета, священники должны были воскурять фимиам и огонь брать только жертвенника, уголья. Только жертвенника. Ну скажем, ну какая разница? Ну фимиам, чтобы воскурялся, нужна сила, нужна энергия. Да? Нужна температура. Какая разница, откуда взять уголь? Мальчики костер разожгли, ты со своего чага взял, там где-то еще. Ну какая разница? Есть разница, Бог ничего просто так не пишет. И это было сегодня для нас про образы. И мы помним с вами, что Надав и Авиуд, они борожены были. Они погибли за то, что они взяли чуждый огонь. Если мы будем внимательнее копать, друзья мои, там можно было только жертвенника брать огонь. Только жертвенника можно было брать огонь. И потом они брали фимиам, воскуряли, приходили пред Господом, друзья мои. Поэтому нужна энергия. Ну знаете, огонь бывает с разных источников. Есть и чуждый огонь, правда? Есть же и чуждый огонь. Без огня, без огня ничего не бывает. И вот сегодня мы же можем тоже, да, человек, сердце человеческое, которое лишается благодати Божией. Но мы же не умираем с вами. Мы же дальше остановимся, живем дальше, продолжаем. Да, то есть, но уже, мы уже лишенные благодати. Вот сегодня было сказано, мы такие же человеки, остаемся без Бога, такие же грешные человеки. И все, все на нас. И поэтому, когда наше сердце остается без благодати, понимаете, что происходит? Теперь наоборот, Слово Божие, оно уже нас не животворит. Оно уже нас не животворит. Но наоборот, какие-то вещи, которые сын, враг, человек сеет, да, или ситуации, или сказали, или обличили, или что, вот это сразу же, хопс, и ложится. И что получается? Написано, корень горький не возникнув. Семя – это еще не корень. Семя – это не корень. Чтобы начал расти корень, нужна среда, нужна влага, нужна почва добрая, правда? Нужна, то есть, написано, корень уже. То есть, все, принял, не противостал. Обида, там хоть что, огорчение, уныние, на кого угодно. На брата, на свата, на служителя, на жену, на Бога. Разницы нет. Весь вопрос в том, что состояние, которого мы должны с вами бояться, это состояние, лишенное благодати Божией, друзья мои. Поэтому Священное Писание однозначно говорит, это просто другого не бывает. Если ты и я, мы лишаемся Божьей благодати, мы ее не получаем по каким-то причинам, то однозначно горький корень, он возникнет, только нужно время. Будьте уверены, потому что здесь было сказано, мы такие же остались в плотях, в греховных плотях. Однозначно будет, только нужно время. И там написано, но это принесет тебе и мне вред. И это принесет вред и вокруг нас, живущих. Мы с вами понимаем, что, я уже говорю, что о чуждом огне. Мы можем ответить человеку. И если я в благодати, то какая бы острая ситуация ни была, мое слово будет при правильной благодати. Вы же согласитесь, правда? Вот намолился человек, получил благодать. Любая ситуация. А у тебя есть, ты ответишь только в благодати. Написано, да будут слова ваши при правильной благодати, солью, чтобы она доставляла благодать слушающим. А ведь, согласитесь, не всегда наши слова приносят благодать слушающим или живущим вокруг нас людей. Не всегда. Почему? Потому что мы лишаемся Божьей благодати. Огонь другой, огонь другой зажигается. И поэтому, и это проблема. Это проблема. Мы терпим урон. Это нам приносит вред. И оскверняются вокруг ноги. Наши дети, жена, братья, сестры, церкви, где мы в ней были. Там в репцентре, в хоре. Разницы нигде нет. Поэтому начинается процесс разрушения. И это проблема. Поэтому Павел говорит, смотрите, чтобы кто не лишился благодати Божией. Друзья мои, я сегодня немножко хочу еще поговорить через что. Совсем кратко. Я понимаю, что мы многие знаем, многие уже десятилетия ходим в церковь. Но вот смотрите, написано, да? Хотя я не говорю, что мы сейчас все с вами проговорим. Нам и время сегодня не семинар. Не семинар, и время нам не позволит. Но написано в Евреям 3.13. Ожеставчившись грехом. То есть, давайте зачитаем. 3.13. Обольстившись грехом. Посмотрите. То есть, обольстившись. То есть, приходит ожесточение сердца. Вот сердце ожесточенное. Как вы понимаете, ожесточенное сердце, оно может переживать благодать или получать? Да нет, конечно. Но что делает сердце ожесточенным, закрытым, черствым? Что делает? Грех. Сделанный грех. Это он производит, друзья мои. Мы это с вами должны понимать. Дальше написано. Да? Лука 21.34. Там написано, чтобы наши сердца не отягчались заботами житейскими, пьянством, объедением, объедением. Посмотрите. Ну ладно, грехи мы понимаем. Но простое какое-то объедение написано, отягчение сердца. Или заботы житейские, отягчение сердца. Друзья мои, я вас уверяю, когда мы в погоне, в суете, в заботах, сердце отягчается. И это нехорошее состояние. Благодати получить в такое сердце очень сложно. Если, конечно, человек не начинает искать, каяться, плакать. Друзья мои, поэтому написано, написано в евреях. Но что делать? Мы с вами все, написано, немало согрешаем. Что делать? И вот эти периоды мы с вами можем переживать. Когда мы получаем и когда теряем. И, ну вот, Слово Божье говорит, смотрите, чтобы кто не лишился. Это ненормальное состояние, что, ну, можно сказать, ну, да, ничего, сегодня потерял, завтра получу. Друзья мои, это ненормальное состояние. И вот этого мы с вами должны, каждый, бояться. И от этого уходить. Смотрите, написано в Римлянам 2 глава, 4 и 5 стих. Там написано о том, я сейчас не буду перечитывать. Возможно, здесь что-то, братья, вам вывесит. Вот. Написано, написано, да, по упорству и нераскаянному сердцу. По упорству и нераскаянному... Там написано, что благость Божия, она ведет к покаянию человека. Но по упорству и нераскаянному сердцу. Вот посмотрите, что случается. Да, написано, все мы немало согрешаем. И мы можем не пободрствовать. Осуетились, обидения, согрешили. Что угодно может случиться. Ожесточилось сердце, ожесточилось сердце. Но благость Божия тебя ведет к чему? К покаянию. И вот священное писание. Но по упорству и нераскаянному сердцу. То написано, что? Ты себя, да, надень гнева, мы ведем. То есть, мы не получаем ничего. Поэтому вот здесь вот важно понимать, важно понимать, что Бог, Бог, Он желает, чтобы ты и я мы могли оценить. Потому что, по сути, это наша задача следить за сердцами. Наша задача искать Бога и получать эту благодать. Это наша задача, друзья мои. А благодать дает Бог, слава Иисусу, при сокрушении и раскаянном сердце. При сокрушении и раскаянном сердце. Бог, видя, дает благодать. Два примера. Не буду перечитывать. Саул и Давид. Мы с вами помним, когда Давид победил Голиафа. Написано, женщины, они водили хороводы и пели псалмы. И в этих псалмах, что они делали? Они воспевали, воспевали этот подвиг победы. И проблема только в том, что Давиду дали десятки тысяч, а Саулу всего тысячи. И посмотрите, что случилось. Что случилось? Что случилось? Вот оно семя. Враг, враг человек сеет. Вот оно семя. Простое семя. Саул услышал. Поют. Саул поют. И все. Что случилось? Проблема случилась. Корень там начинал возникнуть. И что пошла проблема? Копьеметание в Давида, гонение и так далее, и потеря царства. Поэтому, что случилось? Посмотрите, что случается с Давидом, который в Версавию убил мужа, ее, да? В Версавии. Завладел Версавию. Все. Себе ее забрал. Приходит, тоже согрешил. Приходит пророк и обличает его. Посмотрите, что случается. Давид сокрушается и говорит, виноват. Виноват. Что происходит? Происходит. И Нафан говорит, ныне снял с тебя. То есть, посмотрите, что но. То, что он сделал, он понесет. Последствия грехопадения нашего или какой-то проблемы мы понесем. Но это уже не так страшно. Лучше понести и быть восстановленным, да? То есть, чем не понести, но навечно погибнуть. На сердце всегда закроется от благодати Божией. И ты потеряешь спасение. Так вот, что случается с людьми, которых мы ставим на замечание или наказываем? Посмотрите, люди по-разному реагируют. И это бывает или к проблеме, или, наоборот, к восстановлению. Тот человек, который, да, и он в плах и пепле согрешает. Да вы еще мало со мной сделали. Я виноват. То есть, что происходит? По сути, мы накладываем наказание. Но, по сути, в духе он выправляет свое положение. Своим сокрушением, да, да. Он не дает ни обиды никому, да и все. То, что он восстановил. По сути, он уже восстановлен. Последствия наказания он понесет. Это вопрос только вешевремени. А, по сути, он себя восстановил в глазах Божьих, как это сделал Давид. Или, наоборот, когда человеку говоришь, а он внутри, хоп, и начинает. Да у вас любви нету. Да, это ваше СХВЕ, вы только так здесь понавидумывали. И так, это ваше только братство так учит. И так далее, и так далее. Все, человек ожесточается, ожесточается. Он не восстанавливает свое положение. Он идет дальше и падает еще ниже. Поэтому, друзья мои, вот здесь написание, о чем говорит нам. Нераскаянное сердце. Поэтому, все мы немало согрешаем. И, наверное, пережили тогда, когда у нас нету благодати Божьей. Мы не можем дома ответить спокойно жене. Что нам всегда не нравится. Какие-то порядки или беспорядки для нас. И так далее. Мы возмущаемся, и так далее, и так далее. Это только сердце, особое потерявшее благодать. Но тогда, когда мы, наоборот, помолились, друзья мои, то нам всегда легко. Правда? Обидели. Что сказали? Что сказали? Не так, нету денег, тяжело, сложно. Нам проще проходить. Почему? Потому что мы под Божьей благодать. Горький корень, он просто не... Мы урон внутренний, духовный не терпим. Да, по плоти мы проходим какие-то сложные обстоятельства. Пустыни или что. Но, по сути, духовный урон мы не терпим. Мы, наоборот, закаливаемся, проходя эти сложные жизненные обстоятельства. Слава Иисусу! Поэтому, пускай нас Господь всех с вами благословит, друзья мои. И, конечно, можно много об этом говорить, но мы будем молиться. Господи, дай нам благодати. Господи, чтобы мы искали. Вы знаете, я часто смотрю на подростков, которые здесь перед нами сидят, дети. И это наша забота. Когда-то здесь мои сидели. Хотя я всегда принимал, что все сидят, они все наши. Потому что наши дети, данные Богом нам, мы их приняли. А и в церкви все наши дети. И вот они, бывает, на молитве там томятся. Хотя и взрослые так бывают. Почему говорю именно о детях, о подростках? Потому что они с детства слышат Слово Божие. Они от родителей слышат Слово Божие. Они ходят на служение. Они все слышат, слышат, слышат. Но самое главное, что наша задача, и церкви, и служителей, и родителей, чтобы дети научились получать благодать. Не слышать о ней, а получать. И задача служителей, проповедников, не просто проговорить, чтобы знали. А мы должны, наша задача, чтобы все получали эту благодать. Чтобы мы не остались без Божьей благодати. Чтобы мы научились ее искать. Конечно, бывает не так просто, не так просто. Я говорю уже о молитве. Не так просто бывает. У нас было время в семинаре, я учился. Было час утром, час вечера молитва. Восемь месяцев мы имели возможность не работать, ничего. Мы читали, молились, общались. Это было благословенное время. И было искание. И мы часами молились. Я пробовал громко кричать. Пробовал громко кричать. Ничего не могу. Накричусь, а хрип, а толку ничего нет. Сердце пустое. Пробовал тихо, наоборот. Буду в веянии в тихом. Тихо пробовал. Но не могу. Бывает не просто нам, настолько мы все разные. Кто-то скажет, не знаю, я с первых дней стал получать. Возможно. Поэтому бывает не так просто. И наша задача, чтобы люди научились получать. Реально получать в молитве. Входя в присутствие Божьей жизни. Благодать, аллилуйя, слава Иисусу. Иисус сказал о Духе Святом, что кто будет пить воду, которую я дам, а нас делает источником воды, текущей в жизнь, вечную славу Иисусу. Это говорится о благодати Божьей, которую реально мы с вами получаем от присутствия Божьей. Аллилуйя, слава Иисусу. Которая нас животворит. Которая нас поднимает. Которая нас делает способными жить, радоваться и быть верными Господу. Аллилуйя, слава Иисусу. Поэтому, но должно быть сокрушенное сердце и раскаянное сердце должно быть. Написано, если мы в упорстве пребываем, ай, бывает и так. И на исповедании человек уже настолько ожесточил сердце. Ай, да будь, что будет уже. Все, пошел под откос. Ай, все, все. Нет, Бог тебя любит. Аллилуйя, слава Иисусу. Нет, Он был на Голгофе. Он пролил кровь. Нет, чтобы ты был спасен. Чтобы не враг сеял в твое сердце, а Слово Божие сеялось. Им он мог прославиться. Иосиф прошел долину испытаний, чтобы прославить Бога и исполнить предназначение свое. И Он его исполнил. Это нелегко было. Нам легко говорить. Но Он прошел. И сегодня было сказано, потому что сердце было верным Богу. Потому что Он имел этот страх, эту благодать. И люди имели благодать. Саул имел благодать. Дух Святой на него сошел. Он пророчествовал. Он имел эту благодать. Но Он ее не сохранил. Не сохранил. Поэтому, друзья мои, пускай нас Господь всех благословит. Чтобы, как бы все сказали, мы не унывали. Мы не унывали. Но мы искали Господа. Признавали свои несовершенства. Каялись. Исповедались. Пусть понесу. Но восстановлю положение. И буду получать благодать. Видеть славу Его. И служить Ему. И спасение. И своим детям. И родственникам. И вокруг меня. Пребывающим людям. Аминь. И будем мать.